Ну а вот это вот, у меня получилось несколько писем подряд, я с вами общаюсь с белорусами. Я вообще считаю, что вот странные люди, почему, если бы мы так жили, ну это такое выражение, чтобы я так жил, еврейское выражение. Вот, господи боже мой, как мы мечтаем, ой, все, молчу, а то возьмут и еще и этот фильм уберут. Вот, дело в этом, я считаю, что была совершенно страшная ошибка, нет, не из-за того, что они меня послали, вежливо, 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 вот, очень вежливо, да. Это то, что их страшная ошибка, что у них мировая, якобы, практика. Вот, а мы еще с вами не закончили этот разговор, пока просто говорю, они не хотят работать, они не умеют работать, они разучились работать. Для них вот это вот раз и навсегда. Если они еще и внедряют нечто, как вот российский, этот самый, минсельхоз, вот это вот, вот это вот, что является величайшей глупостью в России. Вот. И, кстати, ой, Елена Александровна Савинич, к вам обращаюсь. Нет, ко всем теперь обращаюсь. Ну, найдите мне это, с помощью микроклонирования, их там лепят якобы сотнями тысяч саженцев. Найдите мне плодочащий дерево. Я всем покажу, скажу, какое замечательное дерево, выросшее не из почки, нет, вот, не из семени, нет, а из клетки. Я хочу увидеть, ну, взрослые. А ведь это микроклонирование уже десятки лет. Вы представляете, куда это? А у них что, регламент, вот, а если они что-нибудь включат новое, то вот только вот это. Да, ну, что там говорить? Ну, давно уже там применяется. Только у этих, почему-то у вас польские фрукты. Так, нет? Гражданин Гракон, а? Посмотрите мне в глаза. Подписали, не глядя, какой-то клярк вам подсунул. Да, я вынужден писать так. Я все продолжаю на этот вопрос отвечать. Да, Белоруссия обрезкой приносит меньше вреда. Живот дольше. У нас быстро деревья гибнут, которые резаны, перерезаны. Но болеют. И смотрите, что получается. Сеянцы долго ждать. Согласны? Тогда, получается, надо что делать? Надо прививать. Привитые деревья уже изначально калеки. Им делается искусственный штамп. Я ничего не выдумал. Жаль, тут плохо видно на самом-то деле. Дело в том, что они без искусственных штампов не могут жить по одной причине. По той причине, что трактор не может подступиться. То с косилкой, то с поливалкой. То с этим самым спрыскалкой. Понимаете? Вынуждены их держать искусственно. И они, получается, загнали себя сами в эту гузду. И смотрите внимательно. Еще раз. Я только кусочек. Вот видите? Это яблоки. Скажите, их можно спасти, если их ядохимикатами залить буквально? Нет. Тогда вопрос. Когда же прыскать надо? И вот представим себе, что прыскали, допустим, еще до яблок. Но они до этого цвели. Во время цветения считается, нельзя это самое, яды использовать. Тогда еще раньше. Ладно. Профилактическое опрыскивание существует. Сколько бы вы, пока еще листьев нет, цветов нет, на более раннем этапе, там, марта, апрель, май, то есть до цветения опрыскивали, у вас все равно вот эти яблочки будут точно такие же. А теперь смотрите, опять про Белоруссию. Итак, казалось бы, грамотный человек, Ирина Георгиевна, внимательно, я вынужден, потому что я зацепился за Белоруссов, я надеялся на Лукашенко. А вдруг, там, ручное управление, намного меньше республика, может, до всего, до коров этих самых немытых руки дошли, а вдруг бы дошли, а почему не спросил, все яблоки мы едим, почему 40 этих, а вдруг бы кто-то сказал, да есть там такой же, давайте с ним свяжемся. А вот, ну, понятно, сейчас уже речь идет о жизни и смерти президента, поэтому все это будем сами разбираться, без политики. А я про политику не слово, я про экономику. Вот, ведь если покупать польские яблоки, польские груши и так далее, ведь это что, не экономика? Это куда деньги-то уходят? А почему не своим? Смотрим. Парша, вот самая страшная ошибка, думаете, это она сама придумала? Это 200 лет уже, как печатное дело. Самое распространенное и самое вредоносное заболевание в Белоруссии, это не я написал в Белоруссии, это она написала, на яблони и груши. Но она назвала этим заболеванием. Ей кажется, что вот эти вот, Парша, это грибы, плесень, ну, по-народному, там, плесень, грибковое заболевание. И ей кажется, что вот растет себе дерево, прекрасно растет, вот уже яблочки, вот уже небольшие, вот уже. И в какой-то моменте, кажется, напала на неё Парша. Но этот человек, ладно, она ничего не понимает, но зачем она лезет туда, где она не понимает? И она ещё тысячи и тысячи. Во-первых, поражаются плоды. Им в голову не приходит, что это самое, что поражаются плоды, потому что дерево больное. Помните вопрос там был, кому верить, мне или тому садоводу? Одна из причин нападения снижает урожай. Конечно. Гораздо больше нам знаком по некрасивым пятам. Конечно, знаком. Больное дерево, больные плоды. А как вы хотите? Задержка роста, деформация. Вообще, ну, ну, тут перепутало, вот, вот, сверхнаголого. Причин и следствие. Болтеет, усыхает. Не успевает подготовиться. Конечно, не успевает. Но только не Парша в этом миновато. Она жрёт то, что погибло. Ещё раз. Это гриб. Он ест то, что погибло. Когда-нибудь. Ну, как сделать, чтобы вот эти 500 сек, которые за неделю это всё посмотрят? Ну, 600. Как это сделать, чтобы это стало 500 тысяч? Ну, помогайте, друзья. Вот я и пишу. На здоровый плод напала. Парша начала жрать. Я бы не стал бы. Уже сколько таких вы проработали. Ну, а если бы не вот это Белоруссия? А помните, кому верить? Железову или тому белорусу, у которого дерево всё обскоблено, обрезано? Вот. А ну, если руководство, да, хоть вот этого самого замминистра. Министр не знает про Железову. Замминистра подписывал, не глядя. Посмотрите, как красиво написали. Полагаем, что материалы книги «Северный сад», «Сотворение чуда» своими руками будут полезны и найдут своих читателей в лице садоводов, любителей Белоруссии. Вы рубль хотя бы белорусский на это, чтобы книга. Вы знаете, что у меня кончились книги эти? Это жалкий тираж «Северный сад», «Сотворение чуда». Есть ещё, правда, электронный вариант. Но нормальный человек хочет читать бумаги. Я до сих пор не могу читать с экрана. И никогда не научусь. Вот так вот. Вот мои материалы, диски, книги, библиотеки президента. Вот Лукашенко с утра до вечера читает мои книги. Активная гражданская позиция. Стандартный ответ всем этим городским сумасшедшим вроде меня. А у неё как резали грамотную обрезку. Вы представляете, что грамотная обрезка называют то самое. Осень, летом, весной, зимой на кольцо 100%. Уничтожить этих самых девятых наименований веток. Вспомните, это темиазик. Только из-за этого им надо закрывать чёртовую матерью. Ладно, что-то я разноривался. Господи, как они... Почему они этого... Я иногда думаю, всё-таки теория заговора. А? Наросная, что ли? Спасибо. 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 Продолжение следует...